Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Machine Holy Play 1 серии, моник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте водить моник при регистрации, итак сегодня будет не обычный просто летсплей, а сегодня речь пойдет о модпаке, так что без этого ставьте лайки, сегодня мы поговорим о том, когда же наконец-то выйдет этот модпак, когда мы сможем его поюзать, поиграть с ним и так далее, но нам нужно для этого переместиться туда, откуда все начиналось, именно в официальную группу модпакера Амазинх Ролли Плей, ну что ж, погнали. Итак, вот эта группа модпакера, официальная группа модпакера Амазинх Ролли Плей, ссылочка, если что, на нее будет описание, здесь всегда самая свежая информация по поводу модпака, которой даже нет в официальной группе. Итак, данный человек, который у этой группы, то есть модпакер, удалил все посты, удалил просто все посты и добавил только вот эти три новых поста, это у нас означает то, что он вернул старый x5 в принципе, но это было и так очевидно, это я уже видел, как бы да, это мы тоже, в принципе, видели, что будет RS6, которую я очень даже жду, что будет M5 F90, и вот новый скриншотик, то, что меня заинтересовало, это то, что вернут вот эту Феррари, так понял, видите, вот именно вот эта Феррари, я думаю, кто играл на Амазинхе, когда еще домик деревни был, все помнят эту Феррари, в принципе, всем она нравилась, и многие хотели, чтобы вернули, и вот, в принципе, это и произойдет, я так понял. Итак, он удалил все посты, но, пацаны, вы не расстраивайтесь, вы можете всю эту информацию, которая была здесь, посмотреть у меня на канале. Каким образом? Сейчас расскажу. Просто заходите на мой канал в поиске, вбивайте Абазинхолиплей модпак, и здесь вы находите вот, например, вот это видео про модпак, где я снимал неполную версию модпака, в принципе, 50%. Также вот эту информацию по модпаке посмотреть, вот эту, давайте я вам еще покажу, чтобы, если что, вы нашли это все, вот эту информацию посмотреть. Так, что-то еще давайте я вам найду. Ну, много чего здесь, в принципе, можно найти, просто нужно полистать, как бы, вот, вот эту информацию, то, что, вот это будет Ламборгини, кстати, я что-то не видел модпаки, возможно, она будет в полной версии модпака, поэтому будем, короче, как бы, ждать это все. Вот информация, вот здесь есть скрины, я показываю и так далее. Это для тех, кто пропустил скриншоты в группе модпакеров, в принципе, и кто этого всего не видел, и хочет посмотреть, какой же будет модпак. Но вообще, скажу вам прямо, что никто не знает, когда он выйдет. Вот, вроде бы как, все говорили, что он выйдет в августе, сейчас у нас, смотрите, 21 число, возможно, он выйдет 1 сентября, в принципе, как подарок, в принципе, для игроков, для школьников, ну, если еще не в обиду, тем, кто учится, в принципе, как бы, возможно, его выложат 1 сентября, возможно, перед 1 сентября, 31, возможно, как бы, это никому неизвестно. Как я знаю, нужно получить добро от руководителей, чтобы модпак добавили в общий доступ, в принципе, и тогда уже все смогут с ним играть. Модпак, я думаю, готов уже на 90%, если не больше, поэтому в скором времени он должен выйти, он просто обязан выйти. Пока что вы можете следить за официальной группой модпакера, повторюсь, ссылка будет в описании, потому что никто вам точно не скажет, когда он выйдет. Вот, кроме этого человека, возможно, он когда-то скажет, когда он выйдет. Он также делает стримы, но он их удаляет, в принципе, но он их делает довольно-таки часто, там, 3 раза в неделю, поэтому тоже можете залетать к нему на стрим, спрашивать у него, как бы, и он там спрашивает, что добавить в ватпак, и прислушивается к мнению игроков, поэтому обязательно посещайте эту группу. Ну что ж, вот такое было короткое, но информативное видео. Не верьте фейкам, в принципе, никто не знает, когда выйдет этот модпак. Верьте только человеку, который его делает, то есть модпакеру. Заходите в его группу, просто смотрите информацию, ну и, в принципе, ждите и задавайте ему на стримах вопросы. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. Ах да, еще можете зайти в мою официальную группу канала, и здесь есть разные фоточки машин, я делал специальные скриншоты, можете их также посмотреть, ну и проголосовать, какая же тачка лучше, все-таки, М5F90, либо М5F60. Обязательно голосуйте, ссылочка на мою группу будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok